Приветствую зрителей на канале. Благодарю, что находитесь вместе с нами. С 20 сентября 2021 года вышел сериал. Называется он «Готовы на все». Телеканал СТС его нам показывает. А теперь давайте вместе с нами ознакомимся с содержанием новых серий. Итак, начнем. Девятая серия. Катин и родители твердо намерены сосватать ей приличного парня. Чтобы спастись, Катя решает разыграть спектакль с липовым женихом. Данила устраивается риэлтором, а тайная связь Липкина и Локоткова вот-вот станет явной. Десятая серия. Катю уволили с работы, и она пытается найти новую, но в результате находит ухажера. Этим ухажером оказывается ее бывший институтский преподаватель. Он хорош всем, кроме возраста. Данила делает карьеру в агентстве недвижимости и берется за самого трудного клиента. Одиннадцатая серия. Катя хочет вернуться в IT-топ. Для этого ей надо убедить ревнивую жену Локоткова, что ни сама Катя, ни Липкина на своего босса видов не имеет. А Данила встречает старого приятеля и изображает из себя богатого бизнесмена. Двенадцатая серия. В IT-топ корпоратив с размахом, самый настоящий рыцарский турнир. Пока Катя соревнуется с Локотковым за внимание генерального директора, Данила решает попытать удачу в боевых состязаниях. Тринадцатая серия. Гормональное лечение вызывает у Кати побочный эффект, повышенная либидо. И не она одна страдает без любви. Ее друг Стас тоже одинок. За скромное вознаграждение Данила готов помочь бедолаге устроить ему мастер-класс по соблазнению девушек. Четырнадцатая серия. После внезапной страсти между Катей и Данилой идиллия. Но все портит появление Славика, его выгнала жена, и он просится пожить в Катиной квартире. А Липкиной на день рождения Локотков дарит машину. Одна проблема, водить Липкина не умеет. Пятнадцатая серия. В офисе Кати должна подменить Локоткова, пока тот занимается радикальным омоложением. А еще с беременностью надо поспешить. Но готов ли Данила стать отцом? Тем более, что бывшая девушка преподнесла ему неприятный сюрприз. Шестнадцатая серия. Расставшись с Данилой, Катя решает поискать счастье в прошлом. Катя вновь встречается с парнем, за которого она когда-то собиралась замуж. Данила тем временем пытается помириться со Славиком, а Локотков с Липкиной. Семнадцатая серия. Катя окончательно разочарована в отношениях, но ради ребенка она готова на все. В том числе и обратиться к донору. А вот Данилу мучают сомнения, точно ли ребенок Алисы от него. Он решает провести тщательное расследование. Восемнадцатая серия. Данила свободен и хочет быть с Катей. Одна проблема, Данила снова на мели. А где еще водятся деньги, как не в мире кино? Пока Данила из кожи вон лезет на съемочной площадке, Катя пытается соблазнить и вернуть Антона. Девятнадцатая серия. Катя переезжает к Антону и находит у него обручальное кольцо. Неужели он сделает ей предложение? Тем временем Данила устраивается войти топ, чтобы быть поближе к Кате. Но там и без него проблем по горло, над Локотковым нависла проверка из головного офиса. Двадцатая серия. Антон заставляет Катю выбирать между ним и стендапом. Катя пытается угнаться за двумя зайцами. А Данила, чтобы решить проблему с деньгами, должен привести на свадьбу бывшей девушки-звезду шоу-бизнеса. Двадцать первая серия. У Кати овуляция, времени на маневры больше нет. Но с Антоном она рассталась, а Данила не хочет быть запасным вариантом. Что делать? Отказаться от беременности и уехать на стендап-фестиваль? Или все-таки найдется тот, кто согласится стать отцом Катиного ребенка? Благодарю вас всех за просмотр содержания серий. Не забывайте подписываться на канал.